Жанр экшенов Тут можно палить из огромных фантастических пушек, нарезая всех фаргов вокруг на мелкие кусочки Dead Effect 2 Научно-фантастический шутер от первого лица с богатым повествованием и ролевыми элементами Играть в который можно как в одиночку, так и вместе с другом в кооперативном режиме Событие второй части разворачивается с того момента, где закончился сюжет оригинальной Dead Effect Главному герою покой только снится Новая угроза, более опасная, чем морды зомби, таится в недрах космического корабля Она способна проводить ум и подчинить героя В Dead Effect 2 вас ждут сражения с ордами зомби и боссами Сотни предметов для апгрейда экипировки Более 40 уникальных типов вооружения, которые можно улучшать И многое другое Shadow Warrior 2 Геймплей обеих частей следует традициям старой школы Правда, школа эта немного другая Если большинство представленных в нашем топе игр следует традициям Doom То Shadow Warrior, несмотря на киберпанково-азиатский сеттинг, во многом похоже на легендарный Duke Nukem Так что приготовьтесь к неслабой дозе чернухи, крови и расчлененке Вот только место инопланетных свинов здесь заняли ниндзя Коррумпированные боссы Крафараций и разношерстные демонические существа В битвах с последними очень кстати будут не только различные пушки, но и старая добрая катана Если в первой части возможность помахать японским мечом была добавлена скорее для атмосферности То в сиквеле без фехтовальных навыков в некоторых боях придется очень туго Булат Шторм Что делать честному космодесантнику, который через много лет верной службы Узнает, что все время убивал не каких-нибудь злодеев, а относительно честных людей Чем-то мешавших его начальству Конечно же сначала устроить запой, а потом податься в пираты Именно так поступил главный герой Булат Шторм, решив отомстить бывшему командиру Главная фишка игры система скиллшотов Выдающая игроку вознаграждение за креативные и болезненные способы убийства врагов Полученные плюшки можно обменять на еще более убойное оружие Заметно облегчающее геноцид всех противников Hard Reset Redux Переиздание шутера 2011 года с видом от первого лица с доработанной графикой Увеличенным количеством разнообразного оружия и врагов Однако, во всем остальном повествование игры остается прежним Это тот же экшен-РПГ от создателей Булат Шторм и The Witcher 2 Киберпанковская история в лучших традициях жанра поведает историю майора Флетчера Который вынужден защищать единственный город, который еще не уничтожили восставшие роботы Где человечество находится на грани вымирания Даркнесс 2 Сиквел оригинального, но сильно недооцененного экшена Который изначально создавался специально для Xbox 360 и PlayStation 3 В сиквеле прошло два года после окончания первой части За прошедшее время герой дорос до мафиозного босса и ввязался в полномасштабную войну между гангстерами Где его таинственные темные перешлись как никогда кстати В конфликт неожиданно вмешивается некий культ под названием Братство Который решает лишить главного героя силы The Darkness представляет собой экшен от первого лица В котором главный герой использует не только огнестрельное оружие, но и таинственную темную силу Которая воплощается в роли двух хищных змееподобных щупалец Тьма защищает протагониста, помогая ему расправиться с врагами Revelation Здесь четыре игрока продвигаются через альтернативное измерение в жарких джунглях Находящиеся под влиянием древней цивилизации майя Шутер от первого лица сочетается с решением головоломок Требующим методичной, но быстрой командной игры Игроки проходят через лабиринт на 15 различных картах Сражаясь с полчищами демонов В конце каждого уровня герои сталкиваются с боссом После победы над ним игроки получают кристалл для улучшения своего оружия Необходимо собрать все кристаллы, победив всех боссов Кроме того, многопользовательские режимы позволяют вам соревноваться с друзьями 4 на 4 За героев или демонов в смертельном матче Игра бесплатна в стиме Алиан Рейдж Аркадный шутер от первого лица на основе Unreal Engine 3 В Алиан Рейдж игроку дана роль элитного спецназовца Которому предстоит нарезать инопланетную живность в огромном количестве Активно наполнять свою кровь адреналином И со скоростью звука разряжать обоймы Наслаждаясь предельно аркадной стрельбой В тесных помещениях и безостановочным экшеном Prey 2 Это научно-фантастический шутер от первого лица Изначально Prey 2 планировалось как продолжение оригинальной Prey Вышедшей в 2006 году Но позже издатель принял решение полностью перезапустить проект Начав работу над сюжетом, местом действия и другими элементами игры с нуля События развернутся в недалеком будущем Где игрок, над которым проводились эксперименты по улучшению человечества Оказывается на космической станции Talos 1 Вся станция находится во власти инопланетной расы И теперь вам придется сражаться за жизнь Во время прохождения герой сможет изучить инопланетные способности И использовать их против врагов Putrefaction 2 Voidwalker Это сиквел к шутеру, выпущенному в 2015 году С гораздо более улучшенным, динамичным геймплеем и графикой Кучей нового оружия, врагов и режимов После уничтожения древнего зла В первой части герой был перенесен в другую галактику И стал древним воином, ищущим зло по всей вселенной Пейнкиллер Эта серия игр изначально создавалась польской студией People Can Fly Но многие последующие части выпускались другими малоизвестными студиями Все части серии представляют собой динамичные шутеры типа Doom Посвященные разборкам между трагически погибшим и зависшим между раем и адом главным героем И полчищами адских демонов Почти каждый уровень имеет свой уникальный дизайн И позволяет нам сразиться по крайней мере с одним новым видом врагов При этом выполнение дополнительных заданий открывает доступ к уникальным бонусам Которые здесь называются картами Таро Интересно, что получить хорошую концовку в оригинальной игре Можно только пройдя ее на максимальной, почти невозможной сложности Надеемся, этот топ помог вам найти хотя бы пару интересных игр Если тема экшена вам понравится, то в будущем мы будем продолжать делать подобные видео Так что пишите в комментариях про крутые экшен-игры, которые вы бы хотели увидеть в продолжении А для вас вещал канал Image Game Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok